Привет всем друзья, с вами канал Обзоры Брик. Сегодня мне пришла вот такая вот посылочка. В этой посылке у нас лежат советские военные и я долго думал снимать ли мне этот наборчик сегодня на обзоре, но все-таки решился снять. На сайте эти советские военные выглядели очень даже круто, но на деле я посмотрел у других обзорщиков лего они не очень, поэтому давайте их откроем и все-таки сравним с моими прошлыми советскими военными. Продолжение следует... И давайте я сейчас вам расскажу свои впечатления об этом всем наборе. Ну а для начала давайте посмотрим по-быстренькому на вот эти вот кассетки с различным оружием. В принципе тут нет ничего интересного. Первое это пулемет Максима, потом миномет, еще такой вот пулеметик, который обычно кладут в разные наборы. Здесь у нас есть винтовка Мосина и различные такие стандартные оружки. Здесь у нас есть пулемет Дегтярева, если я не ошибаюсь. Ну и вот тут у нас находится ППШ. ППШ у нас 4 штуки, один пулемет и одна винтовка Мосина. Вот в принципе и все кассетки. И теперь давайте поближе посмотрим на сам набор. В наш сегодняшний набор, помимо кассеток и самих бойцов, китайцы положили аксессуары. И давайте начнем, наверное, именно с них. Они очень друг к другу гармонируют, вписываются в антураж, пожухлый кустик и зеленая елочка. Но если честно, они не очень подходят друг к другу, потому что елочка у нас очень сильно выделяется. Хотя елки не бывают, ну другими, потому что они обычно зеленые и летом и зимой, наверное, китайцы на это и рассчитывали. Но в принципе елка мне нравится, у меня таких много и она мне может пригодиться даже. И кустик. Такого кустика у меня не было никогда, он один в наборе, если честно, я бы хотел таких побольше кустиков. Я видел на Али где-то продаются такие же кустики по 10 штук, так что возможно я их закажу. Потому что вот такие кустики очень хорошо вписываются в мрачные самоделки, типа Сталкера или Метро, ну и всякое в этом роде. В общем, кустик мне нравится, он достаточно прикольный. За этим китайцам, конечно же, плюс. Ну а теперь перейдем, конечно же, к нашим животным. И первое, что мы посмотрим из животных, это будет собака Хаски, которая сбежала с далекого севера по Зоу. Она пришла воевать вместе с русскими. Я не знаю, для чего китайцы к каждому набору с русскими кладут вот такую собаку. Они, наверное, думают, что у всех у нас есть такие собаки и они воевали как-то. Или я не знаю. Кто знает про историчность вот такого факта, можете в принципе написать в комментариях. Но я не понимаю, для чего они кладут вот этих собак. Ну и вторая животина наша, это лошадь. Лошадь у нас коричневая. Я ее очень долго собирал, как видите, до конца не дособирал. Не могу вот так закрепить. Вроде все сделал правильно. Короче, может быть, потом разберусь. Также к лошади идет виселица личная, которая, к счастью, при транспортировке у нас порвалась. И я ее могу спокойно выкинуть и не мучить лошадь. Ну а если честно, я бы эту лошадь переплавил в еще одного бойца. Ну а теперь плавненько переходим к самим нашим военным. Здесь их ровно 6 штук и они все у нас разные. Также у них почти разные торсики. Но у некоторых есть одинаковые, то есть у двух. У всех у них в руках кары. Кар 98. Если честно, можно было бы положить Мосина. У двух из них американские шапки. Это типа советские каски. Но на самом деле они американские. Это каска М1. Хорошо, что хоть цвет такой же, как у советских шапок. Так что, в принципе, могут пойти и за них. У одного есть такая панамочка. У двух шапки пушанки. И один это типа командир в такой фуражечке. Что по торсику. Торсик мне, в принципе, нравится своим цветом. Но он мне не нравится тем, что нарисован принт. И это выглядит как-то очень-очень странно. Как будто на голый торс просто навешали нашим советским бойцам лянки. Но так, в принципе, цвет нормальный. Можно было бы как-то постараться получше и сделать нормальных советских бойцов. Но китайцы, видимо, этого не хотят и делают как попало. Давайте наших советских бойцов с этого пака сравним с советскими бойцами из другого пака. Для примера возьмем советского бойца из прошлого пака. Вы не смотрите на его шлем, не смотрите на его голову и на винтовку Мосина. Потому что это я приделывал уже сам. В паке у нас было только торсик. Ну и, собственно, какая-то там голова. Также, по-моему, был вот такой рюкзачок. Итак, давайте сравним чисто торсики. Вот посмотрите, как выглядит этот торсик и вот этот. Цвет у этого торсика мне очень и очень не нравится. Но вот этого более-менее такой нормальный. Хотя принт сделал намного хуже. В общем, не знаю. Смотрите сами. Можете написать в комментариях, какой торсик вам нравится больше. Посмотрим поближе со всех сторон на двух различных бойцов. Торсики сзади у них также разные. И еще я заметил, что у них отличаются штанишки. Здесь больше похоже на первый пак. Ну, а вот эти штанишки, это, видимо, какие-то новые с такими модными кармашками. Сзади торсики выглядят вот таким образом. У первого есть такой типа плащик, но у второго его нет. И есть рюкзак и различные фляжки. Мне кажется, вот этот торсик сзади выглядит посимпатично. Для полного завершения нашей картины возьмем одного бойца из нового пака и проапгрейдим его, как вот этого бойца. Таким вот образом у нас будет выглядеть новый боец, показывая его во всей красе, чтобы вы прочувствовали всю атмосферу. Ну что ж, в принципе, мне нравится. Это лучше, чем прошлый торсик, особенно по цвету. Если вам тоже нравится, пишите об этом в комментариях. И вообще, пишите, что лучше, прошлый набор или вот этот набор. Даже вот с таким апгрейдом. Но я думаю, что использовать я буду именно вот эти торсики. В общем-то, не зря заказал я этих военных. На этом все. В заключении можно сказать, что этот набор получился немного лучше, чем прошлый. Но опять же, у китайцев очень много тут косяков. Ссылку на этот набор я оставлю в описании. Кому интересно, переходите и смотрите. Всем спасибо за просмотры. Еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok